Приветствую всех, а в предыдущей серии мы разобрались с сектантами, получили награду у товарища Ковалёва за спасение заложника, получили способность энтальмолог у местного рыбака, нашли Пронина, а также добрались до перегона и отговорили местную женщину от убийства. Ну а теперь вернёмся к серии. Стражник останавливает вас, выставив вперёд раскрытую ладонь. Он вздыхает и, скучающий глядя куда-то в сторону, начинает говорить явно уже не раз и не два повторяя моим текст. Звучный до дыр. Внимание, а чтоб выйти в палаточный городок, вы должны предоставить пропуск. Пропуск можно купить в конторе на входе в перегон. Есть какие-то вопросы? Держи билет, я уже озаботился покупкой. Вы передаёте купленный билет стражнику, тот внимательно осматривает его и кивает. Проходи. Напомни, как только ты переступишь за границу этих мешков с песком, то ищи новый пропуск. И не нужно мне говорить, что «Ой, ты же меня видел, я просто шаг сделал, у меня тут одна работа – принимать билет». Я выполняю её на все сто процентов. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Ладно, я пойду. Вы и так уже слишком много власти тут имеете. Вот именно, не забывайте, кто оплачивает вашу деятельность. Типа ссора торговцев с защитниками? Без нас вас всех давно бы перебили. Да они просто пошли бы на поклон в краснозёмный. Пожалуйста, давайте попробуем говорить, как цивилизованные люди. Да они же не понимают такого языка. Заткнись, кем ты себя возомнил? Вот, эти уголовники уже начинают ругаться. Вы ведёте себя, как дети. А ведь это может закончиться кровопролитием. Я от них чего угодно ожидаю. Мы же должны работать вместе, царговцы и охранники. Ну послушайте меня. Но в итоге в этой компашке только один нормальный человек, как я вижу. Время разговоров прошло. Были что так и есть. Эх, это кончится катастрофой. Помяните моё слово. Чисто встреча местных баранов и нормального человека. А я в мусорке покопаюсь. Ладно, чё скажешь, единственный умный человек. Мужчина перед вами явно ушёл в какие-то свои невесёлые раздумья. Он попеременно то вздыхает, то охает. То шаркает запылённым ботинком. Заметив вас, он печально улыбается и кивает. Пришёл посмотреть на то, как перегон несётся прямиком в тупик. Ничего про это не знаю. Расскажи, что у вас тут приключилось? Мужчина устало машет рукой. Да всё как всегда. Разлад в высшем руководстве. Стражники требуют повышения пошлин. Торговцы уперлись рогом. Да и это ещё не всё. Из-за отсутствия единого взгляда на политику перегона. Нет единства у обеих фракций. Одни говорят, недостаточно охранников и скудное вооружение для сопровождения караванов. Другие, что слишком мало денег у торговцев. И ассортимент оставляет желать лучшего. И из-за того, что оба лидера фракции слишком амбициозны и каждый из них убеждён в своей правоте, никто не уступает и, соответственно, консенсус не может быть достигнут. А кто эти лидеры фракций-то? Леня Абрамов, главный спекулянт, заседает в трюме нашей старенькой баржи. Он же формально отвечает за сюберократию в перегоне. То есть чиновники в конторе – это его люди. А второе – это Коля Сиплый. Тьфу. Я хотел сказать Николай Сипловицкий. Наш тут генерал. Генералиссимус даже. Он начальник сражи и сидит в бывшем здании Сейюзрич флота. Образец того, как бывший речной пират может преобразиться в настоящего военного. Ну или попытаться преобразиться. Последний же человек достойный, но реальной власти в него нет. Бывший директор местной гавани Фёдор Максимович, которого уважают все противоборствующие стороны. Он живёт на палубе в небольшой пристройке. Как же так? Совсем нет среднего пути? Хороший вопрос. Вот если бы у перегона был некий общий лидер, кто-то, кто бы занимался всеми административными вопросами и служил бы чем-то вроде третейского суди для обеих сторон. Даже не знаю. Фёдор Максимович, довоенный начальник этого места, хороший кандидат. Но даже не знаю, что заставило бы нынешних лидеров разделить с ним власть. Как же ваши соседи реагируют на такой разлад? Не знаю. Я простой повар тут. Но если реалистичность взглянет на всю эту ситуацию, то погладишь, что краснозёмный уже ручки потирает. Хочет нас к рукам прибрать. Только если это произойдёт, то свобода торговли в пустошах станет вчерашней новостью. Мужик, давай позже. Можешь лучше сменим тему беседы? Мужчина будто бы хочет что-то возразить, но вместо этого лишь бессильно машет рукой. А и чего пререкаться? Ты можешь чего прикупить хотел? А то я здесь поваром работаю. Есть продуктовые излишки на продажу. Партер? Предлагаю тебе избавиться от излишков товара. Разумеется, что за меньшую цену. Ах, хрен. Нет, я же здесь не какие-то гнилые мухоморы продаю, а вполне себе хорошую пищу. Просто подвоз был большой, а ртов оказалось меньше, чем планировалось. А одна фиг с тобой. Пойду еще какую-нибудь пищу. Вот тут еще местных три торговца, четыре даже есть. Давай сначала с ходячим поговорим. Бородатый мужчина с необычными украшениями, кольцами, пронизывающими его нижнюю губу. Приветливо улыбается вам и подходит ближе. Вы сразу отмечаете особую плавность движений для знакомца. Такой подходке учатся, пробираясь через усеянные смертельными ловушками деревянные руины и полные загадок и опасности подземелья. Очевидно, что перед вами матерый сталкер. Здравия желаю, я сталкер Ричард. Здоров, поговорим о сталкерстве. Ричард весело подмигивает вам и хлопает по наполненному гайками и болтами карману. Отсук на сталкер, кстати. Ну, я нынче сталкер на полставки. Как деньги закончатся, лезу в какие-нибудь руины. Или других на хорошие места за процент с прибыли вожу. А пока в кармане копейка водится, станюсь этого дела. Где лучше всего сбывать хабар? Как тебе сказать, у всех торвишей цены более-менее одинаковые. И во многом зависит от того, насколько ты сам хорошо подорговаться умеешь. Настоящий куш сорвать можно только, если на заказ и в заброс полез. Для определенного нанимателя, которому нужна определенная штуковина или информация, вот тут срубить можно на год беззаботного существования. А так, в красноземном не продавай ничего. Там ценовая политика дурацкая. Ладно, пойду я. И будь ты, кстати, Фидель опасно выгляжешь с этим ножом. Вот только взгляд твой такой, как будто ты хочешь сдохнуть прямо сейчас. Ладно, чем ты торгуешь, мужичок? Светволосый мужчина средних лет с чуть выцвечшими голубыми глазами приветствует вас с довольной улыбкой мы взмахом руки. О, как идут дела у тебя, прохожий? Решил чего прикупить у удачливого Гунара? Бордер, если сделаешь цены действительно выгодными. Право, ну как обычно. Ну ладно, посмотрим твои товары-то. А ничего полезного-то у тебя и нет. Всякие рецептики, которые мне бесполезны. Ладно, фиг с тобой. Давай поговорим с другим торговцем тогда. Вот ты что скажешь, дедок. Мужчина с хорошо обветривающейся кожей вытирает руку о свои парусовые штаны и протягивает ее вам. Когда вы подходите поближе. Здоров! Рад знакомству. Пожать руку в ответ. Мужчина добрую минуту трясет вашу руку, после чего с улыбкой отпускает ее и представляется. Я Жмурик, помощник караванщика. Я тебя никогда раньше в перегоне не видел. Если хочешь, давай поболтаем. Опытом обменяемся. Ну давай поболтаем, чего бы и нет. Опыт-то штука полезная. Вот только меня твое имя смущает, Жмурик. Отлично, о чем хочешь поговорить? Откуда у тебя с такое странное имя-то? Жмурик, это потому, что меня караванщи чуть ли не дохлого на Трудоградском тракте подобрали. Едут, едят, видят труп. Лежит в неплохом наряде. Подошли ко мне ободрать-ка клипку, не иначе. А я как захриплю, как руки к ним потяну. Воды, воды. Еще учти, что нифига не помню. Никто меня приложил в тот раз так сильно. Не даже имени своего. Вот кликуха и привязалась. Да и история у тебя ж, Мурик. Теперь еще вопрос. Да, спрашивай. Далеко тебя жизнь караванная занесла, а? Да достаточно место успел посмотреть. Мазалия, Новгородская вольница. А сколько укрепленных городов повидал? Солнцеград, Мурманск, Турзаград, Киров. Крепость, а не города. Вот это география. Молодец, приятель. Еще вопрос? Да, спрашивай. Может, сплетнями какими поделишься? Сплетни? Я больше легенды люблю. Местный фольклор, понимаешь? Этим ваша земля богата. Есть легенда о червее, которое сознание захватывает. О ритуалах каменной спирали. О подпольной сети работорговцы, которые из-за какой-то кафешки откуда-то работают. А на стойке, которая дает со зверьем говорить, жалко только я ни о чем, а из этого больше не знаю. Чем уже сказал? Блин, а мы-то о всем этом слышали-то, считай. Эх, жалко, конечно, я сам не особо обо всем этом слышал. Пока. Опытом мы так и не обменялись. Сожмуриком? Нет у него. А хотя нет, вот оно. Что ты про обмен опытом толковал-то? Да все просто, понимаешь, я человек непьющий. По бабам тоже не особо. Так что если уж караван где остановится, не в кабак плетусь, а стараюсь чем-нибудь новенькому обучаться. Молча слушать дальше. К примеру, я уже в ваших землях мужика повидал, который показал, как у вас мутантов свежуют. Советую, кстати, недалеко от села Отрадного обитает. Я сам могу себе теперь что-нибудь интересное показать. Как в степях палатки от зверя маскируют, как в Калининграде стволы чистят, польский ножевой бой знаю, или хочешь расскажу, как в Новгороде лавочники торгуются. Хм, то есть у нас есть на выбор только одно, как я понимаю. Он может нам поднять навык где-то на пятерку или десятку, может быть даже, если повезет. Но мне, я думаю, более всего интересно, как лавочники торгуются, или как выживают в степи, потому что если я узнаю, как выживают в степи, у меня получится навык выживания, и я смогу быстрее путешествовать на глобальной карте. Но лавочник все-таки поинтереснее, не потому что у меня будет больше денег, и я буду за более выгодные цены все покупать. А как там эти лавочники торгуются? Хороший выбор, приятель. Мужчина начинает красочно, с обильной жестикуляции изображать прожженного торгаша с сильным новоградским акцентом. После рассказа вы ощущаете, что получили немного новых знаний. Вот это история. Спасибо, что поделился. Жмурик с глуповатой усмешкой пожимает плечами. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Пойду я, пожалуй, переварю полученную информацию. И все-таки на пять очков. Ну и на том спасибо. Заметив вас, сурово выглядящий мужчина незамедлительно кладет руки на рукояти, закрепленных у него на поясе револьверов системой Нагана. Только тщательно изучив вас взглядом, он убирает руки от оружия, скрещивает их на груди и кивком приглашает вас подойти поближе. Чего ты хотел? Ведешь себя как-то осторожно, ждешь беды? Ваш собеседник хмурится, а его левая рука возвращается на резервную рукояти револьвера. Скажем так, обычные люди бегут от своей судьбы, а я ее догоняю. А я использую харизму. Что-то ты не договариваешь, браток. Поделись о... Успех. Ваш собеседник поправляет револьвер в кобурах. Я следую за непревзойденным преступником, которого в моих краях прозвали смеющимся человеком. К сожалению, он давно покинул эти края. Подлет забрал жизни и имущество множеству моих сограждан. Нам удалось разбить его шайкой в пух и прах в решительном бою за старую мельницу. Но сам он бежал. Я вызвался пойти за ним следом, чтобы удостовериться в том, что он никогда больше никому не навредит. Мы сошлись недалеко от этого места какое-то время назад. Что за битва это была? Но снова ему удалось уйти от меня, нанять водителя и отправиться далеко отсюда на восток. Когда мои раны перестанут о себе напоминать, и я снова почувствую былую твердость в своих руках, я поеду за ним следом. Больше смеющийся человек от меня не уйдет. Мои парни или варвейру тому порука. Надеюсь, что ты сможешь его отыскать. А я, может быть, ему даже и помогу, если найду, так сказать. Как бы там ни было, кто-то из нас ляжет в пыль мертвой. Может быть, даже мы оба. Я готов и к такому. Эх, ты что-то еще хотел? Да просто задать пару вопросов. Говори, я отвечу. Да в принципе, все, что я хотел, я узнал. Так что я, пожалуй, пойду. Хм, а я уровень получил. Зашибись, можно дальше покачаться. Так, значится. Ну, как-то так, думаю, пойдет. Не, ну а теперь было бы неплохо пойти со всеми заново поговорить и попробовать провести бартер. Я за это опыт получу, так сказать. Хоть у них и нету ничего полезного, но опыт я получу. О, сработало. Я чувствую, что мне с тобой... Я чувствую, что мне с тобой повезло. Много купишь, многим обо мне расскажешь. Так что сброшу цену. Опыт я получил. Теперь с тобой давай. Ага, ты не даешься. Ммм, тут еще есть магазинчики. А это интересненько. А ты вот выглядишь достаточно полезным человеком, может и у тебя что-нибудь есть. О, это ж мой любимый человек. Ха-ха. Улыбчивый холерического склада купец обильно жестикулирует, расхваливая свои разномастные товары направо и налево. Заметив вас, он вытягивает вперед руки, словно желая ухватить вас за плечи и подтянуть ближе, но вовремя останавливается. Эй, ну как, что, потрогать хочешь? Давай, потрогаем. Бартер, а скидка какая будет? Ай-ай, холодно что-то стало, еще бы меня. Ведь только что хоклипку ободрали. Бррр, будет тебе скидка. Только уж теперь возьми от чего. Ну теперь можно и глянуть на твои товары-то. А-а-а, товары хорошие у него. Да. Так. А-а-а. Плюс 20 к технологиям. Это то, что мне нужно, как раз крафтить всякую парашу непонятную. Нет, за этот вообще ничего не жалко. Так, не, ну еще можно ножик прикупить, он помощнее будет предыдущего у Фиделя. Так что вполне себе хороший вариант. Вообще, можно ему в принципе сбаговать, наверное. Так, мелдонии я оставлю, как и противоядие, я думаю оно мне когда-нибудь может и пригодится. От сопротивления радиации можно одну продать ему. И также, я думаю, ему можно отдать немного скотча. Ну что ж, Фидель, ты становишься еще опасней. А-а-а, мясная лавочка. Добродушная предавщица в Панамке ухаживает за разложенными на ее прилавке товарами. Заметив вас, она вздрагивает и с доброжевательной улыбкой произносит. Очень рада вас видеть, что-то хотели купить. Есть мясо очень свежее. Бартер? А какую-нибудь скидочку я получу? Мадам, ну, мадам. Со следу... со след... Аж голос слетел ее. Со следующим привозом обязательно дам вам скидку, обещаю. Да, мне ничего и не нужно, до свидания. О, аж ты дашь скидочку. Сохопарая пожилая женщина в плотке шмыгает беззубым ртом и подманивает вас длинным заскрузлым пальцем. Каким пальцем? Кукурузным? Надо чекнуть будет потом в интернете. Ну-ка, не проходите мимо, покупайте самые свежие продукты в пустошах. Бартер, а какую-нибудь скидку я получу? Да окей, там скидки уже все и так же по цене продаю. Вы лучше сами поглядете. Угу. Оно мне ненадобно, бабуль. Извини уж, но это не ко мне. Три типа на выбор, с кем мне поболтать в первую очередь? Или бутылочки к вырвать? Ладно, ладно. Уж такими заниматься не буду, пожалуй. Не надо мне монтикизацию, пожалуйста. Скучающий усатый мужчина, подперев голову ладонью, наблюдает за жизнью на проживешей барне перегона. Он не показывает особой заинтересованности, когда вы подходите, но бросает на вас рассеянный, полный скуки взгляд. В горло пересохло. Могу плеснуть чего-нибудь горячительного. Чего у вас тут новенького происходит-то? Да, борьба за власть, охранники против торговцев, чиновники против документов, пчелы против меда, кавардак какой-то стоит. Поговорились с Федором Максимовичем. Тут на корабле он тебя ведет в курс дела. Прискорбно. Ладно, покажи свое меню-то. Ну, ничего интересного. Вот ты, мужичок, что скажешь. Широко улыбающийся мужчина средних лет встречает вас ударом в ладоши веселой смешкой. Вы никогда не видели его ранее. Но и подвоха в его действиях не замечаете. Похоже, этот человек действительно искренне рад видеть каждого встречного. А вот я считаю то, что таких людей в пустошах очень сложно встретить. Так что, скорее всего, тут явно есть какой-то подвох. И это на самом деле какой-нибудь маньяк. Местный. О, здравствуй, гость дорогой. Если мое выступление послушать явился, сразу извинюсь. Местным буржуем анекдодист Никита Конев, коим я являюсь, оказался уж слишком острым на язык. Впрочем, компенсировали они мне отмену представления бесплатной выпивкой. Так что настроение не страдает. Могу тебя даже приватный концерт учить, только запроси анекдот. Сразу тебе весело сделаю. Или ты это, с другой целью. В общем, ко мне подошел, выкладывай. Да, я в принципе просто пообщаться подошел. Ну поэтому делаю я мастак, давай болтать. Да не, в принципе, мне от него ничего особо не надо. Вообще нет, давайте послушаем его анекдот. Мне интересно, как он, как он это, что он преподнесет мне. Погоди, сейчас будет хохотуха. Поймал один мужик золотого мимрика, а тот ему человеческим голосом. Отпусти меня, любое желание исполню. Мужик полчаса лоб тер. Сколько можно вещей хороших пожелать? Глаза разбегаются. Наконец сдался. Ай, сделай, короче, то, что себе самому бы пожелал. С тех пор тот мужик круглые сутки прутики в зубах носит. И в кучу складывает. А жена его под горой прутьев лежит. Пряники жрет, да бедолагой командует. Прутики. Мимрик. Прутики. Палки. Гигантский муравей. Гигантский муравей желает палки. Пизду тебя. Вот ты чё расскажешь. О, на певца похож. Надеюсь, он не такой же певец, как тот комик. Над эмалированной кружкой склонился высокий нахмурившийся мужчина с бегающим из стороны в сторону темными глазками. Не сводя взгляда со своего окружения, он периодически прикладывается к кружке. Привет! Надеюсь, что не помешаю? Мужчина бросает на вас подозрительный взгляд и по кричи сжимает кружку. Может, ты помешаешь. Чё ты хотел? Да просто хотел узнать. Тебе не нужна какая помощь? Нет, не нужна. У меня всё в порядке. Слушай, лицо какое-то знакомое. Мы раньше не встречались. Как тебя зовут? Мужчина с сомнением смотрит на вас и, наконец, качает головой. Меня зовут Остап. Но, честно говоря, я не помню, чтоб мы с тобой встречались где-то ещё, кроме перегона. Рад знакомству, но, видимо, я действительно ошибся. Скорее всего. А может, задать тебе несколько вопросов? Тебе ответить по правде, я не в настроении сейчас отвечать на вопросы. Ладно, не хочешь рассказывать и не нужно. Пока. Ну, кораблик-то у вас, в принципе, ржавый, вонючий, невкусный. Невкусный. Ааа, мужичок! Дед! Дед мой, это ты! Ха-ха-ха. Немолодой мужчина в неглаженной, но чистой одежде задумчиво перелистывает на большую книжку в картонном переплёте. Заметив вас, он отрывается от чтения и надвигает очки на глаза. Фёдор Максимович, как могу быть полезен? Забавно. А я как раз хотел спросить, как я могу быть полезен? Вот это поворот. А кто вы, собственно, такой? Путешественник и искатель приключений. Хм, то есть человек, который всегда рад поучаствовать в какой-нибудь крупной и не очень авантюре. Да, знаете, вы действительно можете нам немного помочь. Готов выслышивать детали. Фёдор Максимович крепко задумывается, его высокий лоб прорезает глубокая морщина. Наконец он вздыхает и хлопает в ладоши. Ну хорошо, слушайте, дело в том, что дела у перегона идут совсем не так хорошо, как могли бы. Причиной тому, как водится, является распри между купцами и стражей. Клянусь, они ругаются по любому поводу, а иногда и без. И хотя всё это ещё не влилось в открытый конфликт со страйбой на улицах по Ножовщине и прочими чудесами, но всё идёт именно к такому развитию событий. И это не может не пугать. Да, безумно страшно. Что от меня требуется? Мы должны прийти к некому консенсу по вопросам власти. Этим двоим нужен третейский судья. И пусть это прозвучит как богохульство, на эту должность лучше всего подхожу я. Иначе все эти посиделки, каждый в своём лагере, закончатся кровью. Есть одна маленькая проблема. Оба главаря настолько погрязли в тотальном недоверии и паранойи, что заперлись каждый в своём кабинете. Пробраться к ним будет непросто, и никто из местных не согласился сделать это, так как никто в перегоне не хочет рисковать. Но вы лихой искатель приключений, вполне можете попытаться. Я вижу, что вы парень не промах, у вас есть все шансы повлиять на этих двух. А у вас тут считается нормальным посылать подозрительных авантюристов на выполнение потенциально критических заданий. А где сейчас такое не считается нормальным? К примеру, несколько лет назад мы отправили команду из шести искателей приключений, которые шли из долины ледяного ветра, разобраться с доставшим по торговым путям армии разбойников. И ничего, как-то справились. Не уверен, что они будут рады такому сюрпризу. Но нам, пролетариям, нечего тирать, кроме своих цепей. Согласен, где их найти-то? Замечательно, оба они сидят здесь в перегоне. Главный стражник Николай Сипловский сидит в моём бывшем кабинете в здании Суизричфлота. Руководитель торговцев Лёня Абрама в трюме этого самого корабля. Они будут упираться в этом, я уверен. Но вы попробуйте. Задача ясна. Пойду разбираться. Так, значит в трюме этого корабля. Давайте сначала, наверное, туда и пойдём. Ну а в трюме корабля мы заглянем уже в следующей серии. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok